О том, что психика является неотъемлемым и важнейшим компонентом здоровья человека, его жизни и его будущего, люди порой забывают, либо и вовсе не считают психику частью своего здоровья. Для того, чтобы развенчать стереотипы, связанные с психическими расстройствами, а также повысить уровень осведомленности людей о природе психических расстройств, их особенностях профилактики и лечения, врачи и сотрудники учреждений социально-психологической реабилитации развеивают мифы и призывают не бояться обращаться к ним за помощью. В нашем обществе существует такая стигма, что обращение к психиатру – это сразу какое-то пятно, какое-то ограничение, и поэтому мы как никогда в эти дни выходим в население, пытаемся объяснить, что ничего страшного нет в том, что вы пойдете за помощью, обратитесь за помощью к психологу, к психотерапевту или к врачу-психиатру. Мы так же, как любой другой врач, хотим, чтобы вы были здоровы, чтобы вы чувствовали себя хорошо и чтобы вы были удовлетворены своей жизнью. Все болезни легче предупредить, чем лечить. Психическое здоровье – не исключение. Мозг человека – это не часть тела, это полноценный орган, имеющий предрасположенность переносить разные заболевания. Из-за постоянной занятости или боязни большинство из нас не уделяют должного внимания профилактике заболеваний головного мозга, даже не задумываясь о том, какие страшные посредствия могут ожидать его. Практически все заболевания сердечно-сосудистой системы начинаются с тревожно-депрессивного расстройства. Многие гормональные сбои, которые у женщин появляются там где-то в климатерическом периоде, а порой даже и в молодом возрасте, тоже начинаются с расстройства психики вот такого невротического характера. Можно даже вообще так смело сказать, что нету практически ни одного заболевания, которое не начиналось бы с расстройства психики. Потому что позволю себе даже рассказать о таком тяжелом заболевании, как онкология, для того, чтобы она возникла. В большинстве случаев вначале должен быть иммунный сбой. А он возникает, потому что нервная система на каком-то периоде испытывала перегрузки, ну и, соответственно, какой-то механизм стал работать неполноценно. Наше психическое здоровье сейчас – это профилактика различных заболеваний, которые человек может приобрести в будущем. Информационная кампания «День психического здоровья» активно и массово проводится в Бресте. Накануне в клубном доме «Калейдоскоп» состоялась психологическая консультация по вопросам психического здоровья и его профилактики. Круглый стол с врачом-психиатром в рамках психообразования для членов клубного дома и их родственников проходил в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района города «Сегодня». Виктория Саченко, Андрей Щерба, Денис Величкеевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».